К другой теме. В Кнессете на этой неделе подробно говорили о масштабной реформе системы страхования на случай потери самостоятельности, а также по уходу за пожилыми людьми. В Израиле эта проблема остро ощущается ввиду отсутствия обязательного государственного страхования в этой области. Теперь депутаты предлагают изменить правила. В частности, авторы соответствующего законопроекта, депутаты Кнессета Роберт Илатов от партии «Наш дом Израиль» и Цикшмуль от блока «Сионистский лагерь» провели даже специальную пресс-конференцию, где была объявлена о важности скорейшего утверждения подобного закона. Как обычно, в таких случаях все упирается в финансовый вопрос. Сегодня государство Израиль тратит ежегодно более трех миллиардов долларов в рамках программ по уходу за пожилыми гражданами. Не всегда все получают помощь в нужном размере. Депутаты же предлагают включить страхование по потере самостоятельности в базовую корзину закона о государственном страховании здоровья. И тогда, через 15-20 лет, люди, достигшие пожилого возраста, смогут рассчитывать на постоянную помощь. Один из депутатов, кто также подписан под законопроектом, это депутат КНЕСТа от партии «Кулану», вице-спикер КНЕСТа Татали Плоскова, с которой мы сейчас пообщаемся. Госпожа Плоскова, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Давайте начнем с простого вопроса. Татали, что сегодня положено по закону пожилым гражданам Израиля, которые нуждаются в постоянном уходе? Ну, это очень широкая тема, вы задели. Давайте скажем, что на сегодняшний день в Израиле живут миллион пожилых людей, я говорю о людях старше 65 лет. Кстати, здесь есть 3100 человек старше 100 лет. Тоже интересная информация. И по данным, которые у нас существуют, в 2035 году в Израиле будут жить 1 600 000 пожилых людей. В процентном соотношении это намного выше по отношению ко всему населению Израиля по сравнению с сегодняшним днем. Это говорит о том, что на самом деле мы должны готовиться к этому дню. Мы должны продумать, что же будет с нашими пожилыми людьми. Мы должны продумать, правильно сегодня существующая система, сможет ли она справиться с теми проблемами, с теми большими количествами пожилых людей, которые будут в 2035 году. Именно поэтому сегодня мы стали задумываться о существующей системе по уходу за пожилыми людьми. Сегодняшняя система, в ней есть очень много положительного, но у нее, к сожалению, есть и очень много отрицательного. Сегодня есть некоторый консенсус между депутатами, независимо от того, к какой партии они относятся, относятся ли они коалиции и оппозиции. У нас есть группа 10 партий, 10 депутатов, то есть от каждой партии представитель, которые мы объединились в общую группу, которая поставила с собой целью перевести реформу существующей системы. Реформа, например, говорит о том, что если на сегодняшний день пожилой человек должен обегать очень много инстанций, для того чтобы получить разрешение, допустим, на сиделку, мы предлагаем все это перевести в руки больничных каст. То есть человек, который пришел в поликлинику, и врач, его лечащий врач, семейный врач, который лучше всех знает, каково его состояние, лучше всех понимает, есть ли улучшение, может ли он сам что-то делать, именно этот человек должен принять решение, полагается ли ему часы по уходу или нет, это раз. Во-вторых, если врач решает да, то в этой же поликлинике на месте должны все оформить, что человек, уходя из поликлиники, знал, что через неделю, максимум 10 дней, он получит то, что ему полагается. Талия, скажите, а вот все эти программы, о которых вы говорили, во сколько они обходятся государству? О каких суммах идет речь? И если будет принят такой закон, сколько государство будет платить за это? Именно вот на эти вопросы 14 миллиардов шекелей уходит, половину тратит государство, половину из бюджета семей, потому что не все у нас получают от государства все, то есть те, которые платили страховки, очень много лет работали здесь, и страховка была указана, статья, уход за положительными людьми, они по страховке получают это, а те, которые, например, как наши репатрианты приехали, они же здесь не работали, не платили никаких страховок, поэтому и ведомство национального страхования, БТО Хлюми, берет на себя ответственность за этих людей, и тогда это уже уходит из бюджета государства. Или, например, семьи, в которых дети зарабатывают большие зарплаты, ведь на сегодняшний день проверяется доход семей, берет ли ответственность за себя государство, или, если у детей есть большая зарплата, то дети или частично, или даже полностью оплачивают содержание своих родителей, или, если мы говорим это в домах престарелых, или мы говорим о вот таком вопросе по уходу за пожилыми людьми. И это тоже очень больной вопрос. Мне кажется, тоже мы не можем позволить себе вот эту вот тяжесть ухода за пожилыми людьми навесить, повесить на их детей. Я так думаю, что дети, это наше будущее, дети мы все делаем для того, чтобы им здесь хорошо жилось, для того, чтобы они продолжали жить в этой стране и так далее. Поэтому мы считаем, что государство, и только государство, должно взять на себя ответственность за оплату за вот такие вот вопросы, связанные с уходом за пожилыми людьми. Может быть, когда есть зарплата в 50 тысяч шекелей, ограничить участие семьи в данном законе, о котором мы с вами сейчас говорим в законопроекте, мы говорим о максимальной сумме в размере 4 тысяч шекелей. И когда, по-вашему, это вступит в силу, о каких временных рамках мы говорим? Это будет в 30-м, в 40-м, в 50-м году? Когда это будет? Я очень надеюсь, что то, что вы сказали, это очень-очень далеко. Мы должны понимать, что сегодня есть две законодательные инициативы наших министров. Одна из них – министр здравоохранения Лицмана, и вторая – министр социального обеспечения Хайма Каца. Обе инициативы говорят об изменении существующей системы. Мы предложили дополнительный вариант, как депутаты. Все-таки, мне кажется, депутаты не должны автоматически поднимать руку за то, что предлагают министры правительства, а предлагать и свои законодательные инициативы. И мы это делаем. И мы это сделали для того, чтобы ускорить работу правительства, как бы повлиять на их вот это вот медленное принимание решения, а вот сказать, если не вы, то мы. И очень часто, кстати, это срабатывает, и срабатывает в положительную сторону. Я очень надеюсь, что этот проект будет не депутатский. Это явно должен быть правительственный, с тем, чтобы и правительство, и все министерства соответствующие принимали участие в разработке той системы, которую мы должны поменять. Вопрос очень непростой. Когда он будет, это на данный момент мне очень сложно вам сказать. Вице-спикер Хнест Татали Плоскова от партии Курану. Большое спасибо. Спасибо большое. Смотрите далее в нашей программе. Тысячи аварий, сотни погибших. Масштабный отчет о ситуации на дорогах в Израиле представлен в Кнессете. Еврейское государство на одном из первых мест в мире по количеству ДТП на душу населения. Еврейское государство на одном из первых мест в мире по количеству ДТП на душу населения.